Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Застаю в отношениях, не все в них устраивает, но сильных скандалов нет. И вот мы с Солон живем в одном доме, видим сейчас, отручу с его семьей, испытываю огромную симпатию и увлечение. Все в нем идеально, но один большой минус в отношениях к женщинам, он их меняет часто. А почему это минус? С моей стороны, увлечение бы прошло, как и началось, но я чувствую симпатию, и с его стороны это и подогревает мои чувства и не отпускает от него. Всем проявляется его симпатия, как по учебнику психологии. Обращаюсь часто по имени, искренняя улыбка при встрече. Первым начинает разговор, проходит мимо. С коленным тортом, это нет на что посмотреть. При этом поправляющий на урок на пояс и брюк, смотрит на мою реакцию, на его шутку, осматривает меня, встречается взглядами, отворачиваясь. Одна из сидели за ним столом, пили вино, при наличии места посаживался ко мне в плотную. Меняя сглав голову у меня на плечо, находясь на расстоянии смотровый порт, я задавал вопросы, где муж для работы, но никаких признаний или прямых предложений не поступал. Что это? Привычка кручить, кручить голову женщинам? Да. Да. Боится, что это предложить и получить отказ, ведь я в отношении нет. Нет. Хочется, чтобы вы сделали первый шаг. Я бы отпустил эти ситуации давно, нет. Отклик от мужчины пропадает мне мой интерес. Или это просто мое желание нравится. Ему или кому-то, кроме своего молодого человека, не позволяет трезво отличить вежливость от скрываемой по какой-то причине симпатии. Я твою симпатию стараюсь не проявлять, не флептую, ведусь довольно прохладно, но подружески. Я думаю, что самым важным и ключевым моментом здесь является ваша пассивность. Я думаю, что эта пассивность, она проявляется в том числе и по отношению к вашему мужчине. Вот. Я бы так, наверное, это сказал. Вот. То есть. То есть я бы сказал, что вот в целом то, как вы относитесь к самой себе, да, вот, в целом как вы, ну вот, воспринимаете себя, это конечно довольно сильно оказывает влияние на вас и довольно серьезно как бы, ну, мешает вам двигаться дальше. Кроме того, вы сами, в принципе, говорите одно, что вас в отношениях с молодым человеком не все устраивает. Отсюда, и вот, ну, собственно, такая поведенческая реакция на мужчину. То есть, когда, ну, нам, когда нас, точнее, что-то не устраивает, и мы не можем это как-то реализовать, не можем это как-то получить. Мы всегда ищем где-то компенсацию, мы всегда пытаемся компенсировать то, в чем мы не удовлетворены, вот, к сожалению. Вот в вашем случае, в вашем случае и происходит подобное. При этом обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы пытаетесь, как бы, понять человека. Пытаетесь разобраться в нем, но не в себе. Вот. То есть, вы хотите, чтобы мы объяснили вам его поведение. Это ошибка, потому что пытаться объяснить поведение другого человека, дело весьма-весьма неблагодарное. Это нужно очень четко понимать. Что вам, в первую очередь, нужно разобраться в себе. И разобраться в отношениях, в которых вы находитесь. Вот. Потому что, обратите внимание. Да, вы вроде бы говорите, что вы в отношениях, но при этом вы про своего молодого человека ничего не пишете, по сути. Вот. Вы говорите, что вас не все устраивает, но больших скандалов нет. И как будто бы этого достаточно. А этого недостаточно. Вот. Потому что скандалы, как раз таки, очень часто более желательны, чем их отсутствие. Вот. Понимаете, какая штука? Вот. Как-то так, я думаю. То есть, по сути, вы чувствуете себя с новым мужчиной, как бы, именно женщиной. Вы ощущаете себя женщиной. И вас это привлекает. А своим молодым человеком, женщиной, вы себя не чувствуете. Вот. Но в силу вашей, как мне кажется, пассивности поведенческой, вы ничего не делаете, чтобы это изменить. Вот. Или в таком случае, вас легко, достаточно, что называется, соблазнить. Вот и все. На мой взгляд, именно такая история с вами и произошла. И, конечно, понятно, что я могу ошибаться в данном случае. И, понятное дело, что я могу чего-то не знать, чего-то не понимать. Вот. Но пока. Пока что. Получается вот так. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok